Всем привет, это продолжение моей партии на восьмерых в Сидмейерс Цивилизейшн 6 на карте Архипелаги, где я играю за ацтеков против Америки, Индии, Двух Греций, России, Польши и Конго. Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, ну или в описании к видео, ищите. Всегда лучше и интереснее смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра! Убил, да. Так, давайте-ка в тяночь тетлане. Блин. Я уже забыл там про арбалетчика. Давайте в тяночь тетлане все-таки... У меня просто карточка сейчас на... На фрегаты. Поэтому надо их только и строить. Коротую подлодочку нашли, да? Я пока с этого суши наступаю. Медленно, наверное. О, апы для подлодки есть, отлично. Да, какие-то пассивные, все остальные. Ребят, тут как бы троем против одного воюют. Арчи, это ты воюешь против всех. А вообще там все вы по очереди мне объявили войну, если ты не слышишь? Ну, и с тобой пытались все договориться, по-моему, но ты не идешь на компромиссы. Это твое типичное общение со всеми. Отдай мне Дели, это нормально. Да, а русскому заключай со мной мир или я тверь сейчас тебя уничтожу. Вот это я тебе напомню. Не тверь, а казань у тебя. Сорян. Вот тут я не прав, так что ты полностью прав во всем. Ну, по-моему, нормальное было соглашение. Ну, по-моему, тоже нормальное соглашение. Ты поюешь с двумя, я тебя не прошу, типа, просто отдать мне Дели. Я тебе говорю, что я вместе с тобой против них двоих-двух буду воевать. Причем у меня есть флот, как бы вот прямо сейчас я мог пойти, потому что Дели очень удобно для меня находится. После этого, когда ты напал на меня, я тебе еще раз предложил мир. Но ты вызвался дальше продолжать. Ты все, вот твои действия, ты ни разу на компромисс ни с кем из двух не пошел, из трех не пошел. Что ты хочешь? Мало того, что компромисс не пошел, я не обходил, правда. Он, с чего он начал с конфликта? Я уже это и сказал, что, типа, ты русскому говорил, я тебе сейчас уничтожу Казань, либо ты со мной мир заключай. Хорошо, я плохой, это, ребята. Так что вы там слева-справа, никто не будете вступать в войну? С ними как бы все понятно. Про Грека, про Польшу. Американец уже все сказал тоже. А я тут домик и строй, хорошо. А, мне бы сейчас только воевать. У меня армия, сам видишь. Мне больше, чем у отстаточной армии. Вот это неожиданно просто. Если че, что у меня армии почти нету. Так у меня нету наземной армии. Тут просто морская не очень считается. Ну, у меня тоже наземной, только вот три арбалета и все. А у меня вообще нету. Что там, что, три фрегата и все, что ли? Ну, не совсем. Я тебе говорю, что тут основное считается наземная армия. Мне только что под Дели Арчи пару арбалетов уничтожил. Поэтому, типа, опа, офигенно снизилась сила. Неф, пергам. Давайте, Вавроцлав. Ну, а насчет русского, кстати, ты просто не знаешь, что он сделал. Я снес защиту. Я пошел войной на Индуса. Он просто приехал с другой стороны. Когда там ноль хп оставалось в городе, и забрал его. Насчет конфликта. Ужас. У меня там четыре корабля стояло. Ну, я поехал под предлогом, что спалю его в город, заберу назад себе. Я тут в чем я не прав. Ну, а я Дели атаковал. А тут ты приплыл со своими фрегатами. Тоже мне надо претензии выставлять? Так, стоп, а где там корпуса вообще? Сколько ты там проживешь, ты, Арчи? Забирай себе. Монархи, тяк. Да и есть там шансы задержаться, ты, Арчи? Да, я нормально тут их задерживаю, как бы. Никто ж не хочет вступиться. Ну, как нормально, пергамы у тебя взяли. Как за злого? Мегара у тебя забирают. А, они сразу взяли, там защиты не было. А Мегара? Мегара еще постоит. Кванга, хочешь заключить дружбу? Это говорит нечего, это поляк. Покачин. Поляк, короче. Давай. Ты мне даже 50 калды? Ну, если выиграть, он забираешь вот это внутреннее море, его города, помогаешь мне, я тебе помогаю с этой стороны. И все, ты выиграл. Я же все понимаю, но мне нечем, понимаешь? Вот Запад, это отсталый мир. Вот у вас здесь центр, как бы, да? Ну, там... Как мы нечем, ты говорил, у тебя армия тысяча, это не апнутая. И что? Древними фрегатами мне-то опереться? Подлодки топить из пушек прям. Да, их там уже не так много. Ну, что? В смысле, не так много? Ты мне одну подлодку только утопил. Я буду быть очень признателен. Так, американец, я тоже хочу с тобой дружбу на 15 ходов, а то тут какие-то инсинуации начинаются. Мало ли ты решишь нападать. Решишь. Не, Олег, дружбу я не подпишу. Так, это теперь русский говорит, обращается к Конгу и Ацтету. Так, раз уж у нас Тройственный союз, давайте дружу, когда заключим. Поделимся, что с греками будем делать, градать. Мне, мне только Дели нужно, и все. Ты его сам заберешь? Ну да, если вы его флот отвлечете. Если он не будет на меня нападать. Он пока отвлекается на меня. Да. 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 Русские все строят и строят чудеса, да? У меня водных городов всего три или четыре. А это строить смысла нет? Научной победы нет. Строй юниты. Сухопутные. А морские не строят? Города, они без гавани, а не на суше без гавани. На старой гавани. Строй юниты. Так, электростанцию давайте. Давайте. Американец, предложение. Так, граната. Так, чуть попозже. Так, чуть попозже. Так, чуть попозже. подойду А пока нас тут методично и планомерно выносят, хочу напомнить, что это видео вышло при поддержке космической браузерной стратегии ConsulWar.ru Эта игра не от крупнобюджетной студии, а от энтузиастов из России и Беларуси Игра наполнена интернет-юмором, политической сатирой, но при этом много внимания уделено и стратегической составляющей Все-таки создатели смотрят мой канал Сейчас идет открытый бета-тест, поэтому при регистрации введите промокод «Леша играет» и получите особый бонус Еще раз, ConsulWar.ru Ну, не добьете? Да, нечем больше А вон еще подлодка Да, да, да Давайте так, Конго, добивай подлодку, которая с адмиралом, а мы с русским вторую подлодку будем бить Еще сзади летется еще одна подводная лодка Ну, там, когда Отличется Слушай, Джек, может мы притормозим там тройственный союз? Отличная идея Что случилось? Да Ну, больше, чем двух Душь поубивали Не знаю, тут нет На лучшую победу Договор был Он закончил? Односторонним Ну, вообще-то 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 нет, я тебе еще плачу деньги Уже нет Вообще-то Еще четыре хода Посмотри внимательно Подождите, какой договор? Я не вижу в чате вашего никакого договора Таланс на щитоку быстрее Это будет очень быстро Тут у меня опять подлодок, так что Всего лишь Да там еще и фрегаты и броненосец Ну, все, брояпаны У тебя же защитник Квейера Ты не можешь Держись Ну, сори Когда против троих воюешь Они еще всеми юниками ходят первые Никак Сволочи Предлагали же себе Даже защитник Квейера не поможет Он же сделал Что ты мне там предлагал? Отдай Дели и пошли воевать? Да И я заберу все города себе и чужие тоже, да? С чего бы ты все города себе заберешь? Ну, позиции и силы Ну, ты, в смысле, заберешь Почему я заберу? Ну, я заберу Ну, то есть ты фиговый переговорчик Ну, вот я о чем и говорю Ой, ты ответный переговорчик зато у нас Самый главный Конечно Грек, а зачем? Посмотрим только чем закончится для вас эта война Так в смысле я сейчас несу Так подожди, аж что? У тебя столица вообще не на воде стоит Как идите в забер? А там на воде Сухоп На воде? На воде, да Ну, она обстреливается с воды, да Но она не стоит на воде Нет, ну на воде Там клетка одна заклыла такая в нее Ах, я не вижу Так, я не понимаю Ну, если ты можешь, почему бы нет Самый Посмотри, вот стэка силу армии Открыл Электричество Дальше все, никто не убежал Вот только что В истин Ах, я не могу Стоп Стоп Ах, я не могу Я проведу Павел Я тоже не понял конга дружить будем я готов я готов если ты в чате это все напишешь чтоб не предлагать русский те предлагает с ним скопировать это все американец зачем нам воевать вот ты сам подумай ты сидишь развиваешься спокойно армия идет научной победы где армии армии как стоял в проливе так стоит да только там раньше квадрире мы были а теперь что-то под лодки и фрегаты реформа реформа новый министр барон хатус еще один научный город блин слишком быстро арчи вот если бы их ходов через 10 было бы намного лучше ну извини ну да через 10 ходов было бы вообще отлично я и говорю боже что вокруг деле творится освободиться жалко чтобы эти сепаратисты не могут взять город и не вернуть к концу забавно а вы не могли бы убрать меточку свою я как бы стрелять не могу из-за этого сейчас сейчас там стенки построятся альфа он конга конга сделай просто чтобы метка была видна только для русского например и это все это по для русского поставлено было я не могу а а о горга ты не свою религию же принес слушая и не ждал уже давай давай я буду рад что сказать там с религиозной победой да не будет и я ну да не будет американец ну зачем тут вперед двигаешься но тут проплыв одну клетку надо бы его занять американец ты не думаешь нам чтобы скайперироваться каким образом ну тут нормально потеряют потеряли еще потеряют ваше предложение просто у них там есть такой тройной союз то у них есть цель у этого союза наша цель какая-то воевать против этого союза такая будет 3 на 3 плохая цель это им тут вот эти три города будет тяжеловато тут надо заплывать там у тебя юнитов же нет вообще еще две подлодки и стены стреляют поверь мне то хватит чтобы убивать вот еще один линкор умер там линкор уже с этого с адмирала я так понимаю еще один там всего один нормальная такая высадка нормандия а как же мне кажется тебе много юнитов придется потратить не все равно мне бесплатно мобилизация провел джек смотри вот мою метку ты сможешь там что-то сделать мне надо время для этого сейчас видишь у меня где спарта падает видишь ребят вот это сейчас начинается приват вообще-то посмотри на метку ты можешь там что-то сделать в напрямую пожалуйста общайтесь вот всем метка тогда у меня во всякого спарта не могу максимум привести страна что ты а чтобы твой американцы нам должен сделать я не пойму ты как думаешь ну так сколько взять ну и что это просто с двух сторон там есть как бы проплыв если ты отвлечешь тут на этих союзников его я отсюда еще выполню хочу русские конга тебя не будут отвлекаться промышленных города осталось как бы то что они там забрали это два таких потребных города американец еще то есть ясно ну короче американец не проводить и даже подвозки нет на давай я как ищу они тому же по счастью просили как раз вовремя я вот говорю арчи 10 ходов не ну 10 ходов я бы сам если ты не нападал мне нападали в ушел бы в линкор и как бы было бы не полегче нет на подлодке мне кажется тоже вообще неплохо стреляют ну так всего лишь десяток подлодок а так еще 20 линкоров к ним добавь уже как-то посерьезней разобьем их трости на совесть помните этот наёжный союз превентивную войну объявляет некоторые члены союза конга тебя там плыть берега родные защищаются ты уперся здесь с конга никто не воюет куда там ну это пока кто с ним будет воевать по твоему грек например грек не будет какой грек тут два грека с моим джек из польши на увлекательства столицу упал на прощание ли шумную ноги виды и 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 евреяak скажите на сколько ходов в гости кампус построить я там не кампус вообще-то русские предложения как помощь союзников да да тут чуть-чуть осталось пять ходов ну счастье нужно ждать русские часто меня американец будет нападать не вы там занимаетесь греком занимаетесь греком слушай польша оставишь один год окей чем быстрее вы вынесите грека тем станет лучше у него города не берусь ну ты сам себе все это приводит здорово я будешь бегешкой согласны о кей но он старт-то вот но он старт-то вот Новые обстоятельства всегда осознаны и обычно против. Минус дождей. Арт, что у тебя? Арт. 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 Джек, послушай, у Конга 400 силы, при том, что у него тут два броненосца. У него возле своих городов... У меня с Конга дружба. Я на стека плыву. На меня ты чего? Ты бы лучше на Арчи напал и позволил его допилить до конца. Я уже молчу о том, что тебе на американца еще можно напасть. А как он нападет? Сверху. Сверху плывет. Там нет, сверху нельзя отплыть. Ну я ему дам пропуск, дам проплыть. Да ты мне и так дашь проплыть. Конечно, не так, как ты хочешь, но я все равно. Да еперный театр. Все, у меня уже нету флота. Ну я буду против американца, конечно, сопротивляться. Как это вы уже захватишь? Поляк может захватывать. Кого захочем. Все, спасибо. Это они тут недобитые поуплывали. Отгоняй. 300 мощью у Конга. Не знаю, Джек, тебе, наверное, проще было Конга. Там же города хорошие, вроде. Ну нет, там еще 7 ходов в мир. Все-таки решили попилить. Хотя у него гордость... Это вот, это Арчи, вот типичная вот эта упоротость его в одну сторону. У него не получает, он может либо захватывать, либо не захватывать. После этого он начинает портить игру всем вокруг. К сожалению. Престиж, посмотри, Клэд. Сколько там нужно минимально? 4. 4 или 5. Сколько там нужно? не слабая галючая амейка 1600 небольшой флот вот у меня небольшой флот у меня небольшой флот союзники а вы не могли бы мне дать люксов каких-нибудь минус 8 просто тут минус у меня нет вообще минус 21 промки от довольствия ты должен страдать арчи мне кажется я побольше тебя поживу в этой игре но страдать то ты будешь они я кстати грех если эти оставляют макия джедара не против что если свободно тогда мир заключу слушайте так они тут стоят на семени полностью ты передумал да я просто все свои деньги в конго отдал вот это некрасиво было но мне ресурсы дал чтобы у меня довольство было ничего не знаю 33 в столице удовольствия истоком газовая милицина такие миры не надо какой мир друг мы не хотим спасать себя но мы только собираемся терпатом предполагает милицию сражается того кого вы бьете здесь нет так что как бы я на предусловии что он вообще из войны выйдет и не будет есть а чем он тебе полезен двумя броненосами я не знаю что у него я смыть посмотри таблицу силы но его знай подумай мало ли там 300 и это на самом деле может быть 5 юнитов морских технице также мало до 1500 американцы это ну потому что его было до этого там 900 у него просто там галеры плавали эти вы галеры что он был как-то это или ты будешь брать мои города мне нужен только к нас Ну, так иди забери. Русский пока три группы. Тебе что надо, русский? Спасибо, да? А сейчас хорошего мне ничего не надо. Из войны не будет. Как я могу кинуть своих садиков? Так я же говорю, был бы на помощь лучше, чем со мной тут воевал. Вот, кстати, если бы Акстек позволил заглянуть направо, я просто не знаю, что там есть. Сейчас уже расследую и исследую. Я даже не знаю, что там происходит, что там может произойти. Акстек. Что-то плыл-плыл, напоролся на три вражеских фрегата. Как-то вообще... Неожиданно. Блин, да что за мисклик. Лечилка была у фрегата. И... Просто трындец. Это просто трындец. Слушай, друг, без линкоров эти города брать это просто 6. Да. А что подводки в том? В должности, да, хорошо. Ну, как хорошо. Ну, как хорошо. Можно стереть одну защиту двумя подводками. Это нехорошо, когда в тебя стреляет в ответ, а ты семнадцать уроны кордоннусь. И умирает все, да? Ну, фигат умрут, но они строятся один-два хода. Ну, да, да. Давай, американец, мир пока не поздно. Зачем тебе в это все вкладываться? А, смотри. Должна быть тотальная война. Да, ну, правила партии сами же придумал. Соответственно, тут нельзя отсидеться. В общем. Да, ну, можно же напасть на более слабых соперников. Ну, ты же видел карту? У него же вот вверху, что... По-моему, он так и сделал. Да, смешно, Арчи. Вот этот вот залив. Ну, тут очевидно, куда надо нападать. Да, ну, мне надо было, видимо, мир заключить. Явно пораньше. Боже, как неудобно тут все сделано. Как неудобно сделано все в шестой циве. Я вижу, что оно не падает. Я вижу, что усилие... Видишь, ищут все города так хорошо обстреливаются. Ну, вот и... Ну, с твоей стороны, как на меня. Так, стоп. И давайте мы... Отложим линкор. Американец сейчас заберет последнего ученого. Ну, мы построили лучше фрегатов и аднимых. Я тут даже подумал выкупить, а потом думаю, а зачем? Ну, вот я тоже сейчас подумал, что я думаю, ты же улетишь, а вылетать нельзя. Да нет, да тихий вообще можно шпионам. Позорение лучше. Так, такая подводная лодка будет. Учитывай, что тут торопиться некуда камера. Да, вот фрегат я просто зря на ровном месте потерял. Это... Это было очень, очень... Неправильно. Так если не воюем, давай мириться, ну, что ты? Это кто, Грек, что ли? Ну, Грек? Я просто думаю. Требуй у него этот город, который ты хочешь с него захватить. Да, я в том-то и делаю, я и хочу его взять. Конечно, через десять ходов, я думаю, его возьмут. Арчи прям сердце обливается, когда с него города требуют. Он не может тогда договориться. Ну, Арчи, он у нас известный вармонгер. Слушай, ну, если бы я тебе предложил дай мне свой город, у которого 10 населений, пойдем воевать. Это не твой город, это Индуса. Если бы... Нет, подожди, если бы, например, на меня нападал американец, и Дели был бы мой, и ты бы мне такое предложил, я бы согласился. На этом пока все. Зайдите на сайт console.war.ru и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.